Егор, может ты мне всё-таки поможешь? А, да, конечно. Вон под серым шаром пустое место. Вот туда вешай. Спасибо, помог. Всегда пожалуйста. Мам, пап, я уже написала письмо Деду Морозу. Проверьте на ошибки. А, давай проверим сейчас. Ты только проверяй, а не дописывай. В смысле? А что ты решила, что я собираюсь что-то дописывать? Ну не мог же ребёнок в прошлом году попросить у Деда Мороза куклу, и чтобы бабушка весь год не приезжала. Зато это сработало, да? Правда я не хотел, чтобы прям все по домам сидели. Ну, это тоже подойдёт. Так, дорогой Дедушка Мороз. Дорогой, не из дешёвых-то. Я себя в этом году хорошо вела. Тут можно поспорить. Полочку ты так и не прибила. Так, подари мне, пожалуйста, планшет. Один, два, пять, семь, двенадцать, тридцать... Что это за цифры? Папа, это серийный номер, чтобы Дедушка Мороз подарил мне именно этот планшет. А ещё я вот QR-код нарисовала. Молодец, доченька. А то будет как у мальчика Миши из соседнего подъезда, который попросил у Деда Мороза огнедышащего дракона, а под ёлкой утром обнаружил нашего папу с перегаром. Так, ну ладно, Кируся, слушай, а ты не могла бы заказать у Дедушки Мороза что-то другое? А почему? Ну, трудный был год для Дедушки Мороза, поэтому у него может просто не хватить денежков. А мне кажется, что хватит, если мальчик Егор попросит у Дедушки Мороза спиннинг подешевле. А почему это страдать должен мальчик Егор? Может, эта девочка Маруся закажет себе не шубу? А чего это не шубу? Потому что она себя плохо вела. Это я себя плохо вела? Да. А вот девочка Яна из соседнего подъезда вела себя ещё хуже. Но почему так праздником получает новый айфон? И даже два. Так что, получается, надо вести себя плохо? Ой, нет, маленькая ты ещё и плохо себя вести. Не надо, да. Слушай, Кира, ну ты же в курсе, какая сейчас ситуация в стране? А Дедушка, он же Дедушка, он же в группе риска. Может, не стоит его засылать в магазин по всяким пустякам? Значит, как за планшетом Дедушка Мороз боится идти. А как за второй бутылочкой пива ни снег, ни дождь ему не страшен, да? Нет, ну вы должны понимать, что это же не просто подарок, это дорогой подарок. Тут надо письмо писать не только Дедушке Морозу, тут ещё и Святому Николаю, и Санта Клаусу, и, наверное, даже и Виктору Ивановичу из кредитного отдела, из банка. Если Дедушка Мороз в этом году подарит мне планшет, то следующие два года я могу ничего не просить. Дедушка Мороз на это второй раз не поведётся. Не было такого. Ещё как было. Девочка Маруся попросила у Дедушки Мороза сапожки и сказала, Дедушка Мороз, я следующие два года вообще ничего просить не буду. А уже на следующий день потащила Дедушку Морозу в торговый центр выбирать себе сумочку под эти сапоги, а потом ещё и пуховичок. Так что не надо. Кирочка, а что ты хочешь ещё, ну кроме планшета? Не знаю. Я бы хотела с друзьями сходить в квест-комнату. О! А ты возьми своих друзей и сходите к папе в гараж. Там ещё та квест-комната. Если что-то захочешь найти, там можно полдня провести. Знаешь что, а ты лучше возьми своих друзей и сходите к маме в сумочку. Да, там куча всего, но вы ничего не найдёте. А если я у Дедушки Мороза попрошу велосипед? Велосипед? Зачем тебе велосипед зимой? Ты летом попроси, он тебе летом подарит. Ага, а летом скажет, давай лучше зимой купим, а то зимой скидки, а летом дорого. И так по кругу несколько лет. Мама, откуда ты знаешь? Ты что, у Дедушки Мороза тоже просила велосипед? Ой, не велосипед, а шубу. Но схема у Деда Мороза не меняется. А ещё я хочу себе наушники. Так у тебя же есть. Беспроводные. Только не так, как в прошлый раз, чтобы от моих старых поломанных Дедушка Мороз просто провод ножницами отрезал. Так, ладно, всё. Заказывай любой подарок. Правда? Да, любой подарок в пределах двухсот гривен. Мама, а как ты думаешь, моё письмо Деду Морозу дойдёт? Я думаю, что в этот раз дойдёт. Потому что если не дойдёт, он у меня две недели будет спать в своей Лапландии. Дед Мороз на балконе спать не будет. Привет, соседи, с наступающим. Здорово. Ух ты, какая ёлка красивая у вас. А Маруся, как божественно выглядишь. Ой, ну всё, хватит, хватит. Сегодня не нальём. Я, если честно, вообще не за этим зашёл. Егор, слушай. Да? У тебя случайно нет паяльника? Барсик, скотина, взял, гирлянду перегрыз, а? Так чё, ты хочешь запаять гирлянду? Нет, я хочу Барсика наказать. Чтоб больше ничего там не грызть. Да, я бы с радостью, но просто сосед взял паяльник ещё два года назад. Если он вернёт, я тебе сразу дам. Вот скотина, вот козлина, я бы сказал, а? Ну как вот взять у человека вещь и два года не возвращать, а? Вообще-то это ты. Я верну, обещаю. Сейчас вот Барсика накажу и сразу верну. Ага, окей. Дядя Жень, а что вы у Деда Мороза заказали? Ой, Гирочка. Тут такая вообще странная вещь. Я что бы у Деда Мороза не заказывал, он мне всегда дарит либо носки, либо трусы. Скорее всего, я думаю, на почте кто-то моё письмо вскрывает и что-то там переписывает. Вот Барсик, скотина, шары начал бить. Но ничего, сейчас я его к ветеринару отведу. Как говорится, око за око, шар за шар. Может, у тебя секатор есть, я... Ты сначала паяльник верни. Ладно, с наступающим. Барсик, стоять! С наступающим. Мам, пап, а может, я у Дедушки Мороза хомячка закажу? О, хомячок, отличный вариант. А что этот хомячок? Только есть, спит и в туалет ходит. Зачем нам второй папка? Это я, значит, хомяк? Да я сейчас в любой момент подорвался и... он прибил эту полку. А нет, всё-таки есть одно отличие от хомяка. Наш папа врать умеет. Ты что, ребёнку такое говоришь? Кошмар! Ладно. Тогда я попрошу у Деда Мороза то, на что у него хватит денег. Вот, мудрое решение. Какая ты у меня умная. Ой, доченька, я тебе не советую так писать. А то получишь, как я в прошлом году, открытку. А в ней деньги? А, если бы. А в ней стих. Зато очень красивый. Очень. Ну какой красивый. Ну какой. Осень отступила, и зима пришла. Мой тебе подарок. А давай я в этом году буду тоже поэтессой. Давай? Вот ты ко мне придёшь в спальню после праздника, такой нарядный, такой красивый. А я тебе из-под одеяла стих расскажу. Какой? Взрослая я стала, не верю чудесам. Если стих в конверте, остальное сам. Аху, вот так ты заговорила? То есть ты со мной тут из-за вот этого... Я уже придумал, что я попрошу у Деда Мороза. Что? Я хочу, чтобы вы больше не ссорились. Попросила у Деда Мороза братика. Доченька, ты у нас самая лучшая. Прямо самая лучшая на свете. Знаешь что? Вот мы с папой обещаем, что сделаем всё возможное, чтобы Дед Мороз тебе подарил именно то, о чём ты мечтаешь. Да. Ладно, я пойду брошу моё письмо в самый дальний почтовый ящик. Молодец. Умная. Так. Ну что, пойдём? Пойдём. А ты куда? Ну, в спальню братика делать. В магазин, за планшетом. Слушай, ну пойдём в спальню. В спальню же по дороге в магазин. Ааа, ты мне не хомяк. Ты у меня прям кролик такой, да? Ааа, да. Ну что, конечно. Пойдём, пойдём, пойдём. 26 и 27 февраля. Мы обязательно встретимся на концертах «Дизель-шоу» и традиционно встретим весну. Я так скучала! Билеты уже в продаже на сайте дизельстудия.ком ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok